Почему вы думаете, такая цена была назначена за Исумунаева Путиным? Чем он вредил Путина? Спортивный интерес вызвать среди желающих. Нет, нет, я не о том говорю. Не за каждого он назначает. Почему он был врагом Путина? Почему Путин жаждал его смерти и был готов платить за это деньги? За то, что он качественный военный начальник. В качестве и в плане военного начальника. А дальше уже как человек он качественный был. В плане своих принципов и твердости. Однажды ему позвонили из датского консульства и сказали, что если он не покинет территорию Украины, они будут вынуждены лишать его возможности получить, вот уже буквально на днях, датского гражданства. При том, что у него там были полностью все корни и крепко все там наважено было. Своя школа по арке-боксингу, сын и я в этом деле участвовали. То есть все хорошо. Жилье, семья, маленькие дети уже были. При том, что все, в 50 лет. А он отказался от этой возможности. Ради Украины, да? Ну, действовал женик, они на переправе не меняют. Правда, что говорят, что он вообще в Украину воевал, собственно, без какого-то материального удовольствия, ну, чуть ли не за свои средства, без зарплаты? Ну, по сути, это так и выглядело. Телефоны нам пополняли жены. Какие-то там, где нужны были деньги, в основном это делали наши родственники, либо какие-то довольно-таки близкие, заботливые люди. Друзья батальона, да? Да. Скажите, пожалуйста, о нем, о человеке. Вот какие-то, может быть, эпизоды, которые его характеризуют. Вы с ним увиделись в живую, когда приехали уже воевать батальонами Индудаева или видели с Романом? Нет, еще дома. Народи еще на Кавказе. А вы сами с Кавказа? Да. Ну, вот о нем расскажите, о ваших встречах с ним, что вот он за человек, чтобы было понятно из-за этого. Одна есть такая история, которая подтверждение во всех, по-моему, СМИ, в интернете там имеется. Рассказ чеченского генерала. Ну, в общем, об ИСЕ. Она такая видная история. Ну, скажем, со слов очевидцев, которые передавали достоверно эту историю, выглядела так, что ребята из российских войск подъехали на броневике к дому матери ИСы, начали его звать. Она вышла и сказала, вы же уже объявили четыре раза о его смерти. Что вы его пришли сюда звать? Это еще в чеченскую войну? Да, да. Это уже ближе к перелому. Они говорят, нет, нет, мы по другому поводу. И дал, в общем, знак своим ребятам, которые были там разгружать БТРы. И на то время у нас там не было ни волонтеров, ничего. Ходила такая жуткая шутка такая. Если бы не было скотчей Роллтона, мы бы уже проиграли. Сейчас смеемся. Что имеется в виду, что скотч использовали для того, чтобы разваливающееся оружие подъехали? Не обязательно. Это даже были и носки, и шапки, и все, что хочешь. И помощи никакой не было. То есть голодали как русские, как чеченцы, как любые другие. А тут, на тебе, вот такая благодарность от человека, который побывал в плену у Иса какое-то время. Иса сам позвонил маме этого мальчика, то есть нашел с ней связь, и передал в руки сына. Притом при всем сохраняя все нормы благочестия мусульманина по отношению к своему пленнику. То есть он не был голоден, он не был мокр, холоден и прочие-прочие минусы, которые нельзя себе было позволить, правильному человеку. Они соблюлись. И так же самое было здесь, на территории Украины. То есть под силой клятвы он делал все как мусульмане. А что вам известно о его гибели? Можете рассказать? Продолжение следует...